Буквально через несколько дней, а именно 30 мая, для школьников в Беларуси прозвенит последний звонок. Окончание учебного года с волнением ждут и учащиеся, и учителя. Самое важное, что будут все ожидать, это звон вот этого замечательного колокольчика. Этот колокольчик, как только прозвенит, я всегда замечаю и радость, и в то же время слезы. Слезы на глазах родителей, учителей, детей. В столичной гимназии номер 31 к последнему звонку выпускники стали готовиться в сентябре. Еще бы, программа мероприятия обширная и разнообразная. Нужно успеть отрепетировать до мелочей каждый творческий номер. В этом году акцент сделали на танцевальных постановках и флешмобах. В них будут задействованы все 45 выпускников. На последнем звонке я буду ведущим, буду вести это мероприятие. Также я участвую практически во всех танцах, которые будут у нас на выпускном и на последнем звонке. После репетиций 11-классники торопятся обсудить насущные вопросы, подготовку к выпускному балу и предстоящим экзаменам. Практически все старшеклассники уже определились с выбором будущей профессии. Директор и по совместительству учитель моей математики хочет, чтобы я вернулась сюда как математикой, как в будущем директор этой гимназии. Ну, посмотрим, как сложится жизнь. А в Минском лицее номер 2 не знают, что такое торжественная линейка по случаю окончания учебного года. Вместо нее здесь проводится праздник выпускника. В актовом зале собираются 11-классники. В этом году их будет 235, также родители, учителя. И начинается красочное шоу, которое еще долго будет сниться по ночам этим юным, целеустремленным юношам и девушкам. Будет концертная программа, будет юмористических номеров очень много. То есть у нас все пройдет на таком позитивной ноте. Присутствует и грусть, и печаль, и жалость, что расстаюсь с таким замечательным местом, с таким замечательным преподавательским составом. Столько было организовано всевозможных мероприятий, разнообразная, очень богатая лицейская жизнь. Ну, не хотелось бы отсюда уходить. А еще в лицее номер 2 есть одна традиция. По случаю, последнего учебного дня каждый выпускник отпускает в небо воздушный шар, в который помещают записку с заветным желанием. Зрелище трогательное и невероятно красивое. Но, пожалуй, больше всего 11-классники ждут, когда же прозвенит сам звонок. Его, к слову, в лицее бережно хранят в кабинете директора уже 15 лет. Такой помятый. Он дорогу большую с нами делал, переезжая в здание. Был потерян в этом здании, потом найден. Но это наша такая вот реликвия лицейская. Слезы радости и грусти на глазах выпускников, их родителей и учителей еще впереди. А сегодня все школьники проводят за партами свой последний учебный день в этом году. Жду с нетерпением долгожданные каникулы, строят планы на будущее. И пусть все задуманное обязательно исполнится. Диана Галех, Сергей Курков. Утро-студия. Хорошего настроения.